Итак, потихоньку приходят всякие пакеты к нам с моим большим таким заказом, так что будем делать распаковку. Так, начнем с моего первого пакета. Это заказ был через сайт H&M, но это кофта у нас от Arket. Так как в этом сезоне я захотела себе новый стиль в одежде, я заказала несколько разных позиций. Одна из них была такая кофта из Arket. Вот такая вот кофта. Это размер L, потому что я захотела, чтобы она была посвободней. Полосочку. Это вот такая вам распаковка с ребенком. И в общем, да, это для мамы. И в общем, здесь вот такой вот рукав у нас еще. Так что, да, будем мерить и смотреть на нее. А по скидке она мне стоила 22 евро. Дальше у меня идет заказ из Саландо. Там я заказала такую джинсовку утепленную от Levi's, потому что в этом году как-то я лишилась своей кожанки, в общем, других вещей. И мне срочно нужно было что-то купить. Я увидела такую джинсовку. В общем, я заказала и в размере M, и в размере L, потому что, не знаю, какая мне точно подойдет. Сейчас мы ее с вами распакуем. Вот так вот выглядит эта вот джинсовка. Такие рукава, в общем, стандартно. И здесь вот такой вот воротничок. Это то, что мне не нравится, скажу сразу. Но посмотрим, как она будет сидеть. Это размер L. Мне кажется, мне такой подойдет. В общем, она утепленная. И здесь такие вот пуговички легко расстегиваются. В общем, здесь вот такая вот ткань. Все началось с того, что я заказала вообще другую курточку. Она мне просто не подошла по размеру, поэтому я пыталась найти у Levi's что-то похожее. И это вот эта курточка. Я ее померяю с другими вещами. Если она будет сочетаться классно, то я ее оставлю. И если нет, то я отправлю ее тоже обратно. И смирюсь с тем, что мне такие курточки просто не идут. Так вот выглядит лонгслив. В принципе, мне нравится. Он очень приятный. Вот сделанный в Бангаладеше, как и все остальные вещи, в принципе. Так что да, в принципе, мне нравится. Сейчас померю с джинсовкой снова. Вот так вот, кстати, выглядит. Просто идеально. Вы поняли, жизнь с двумя детьми не такая легкая, поэтому это второй день. И я уже на второй день пытаюсь снять распаковочку. Надеюсь, никто из детей не будет плакать. И мы с вами быстро все распакуем дальше. В общем, мне пришли посылки с H&M в трех пакетах, в разных. У меня впервые такое. И одно из них, это я заказала из H&M Premium. Первый раз я хочу попробовать, какое там качество, потому что там якобы натуральные ткани и так далее. Я просто влюбилась в этот свитер. Вот так вот он выглядит. В общем, я, конечно же, еще вставлю фотку. В общем, мне он очень понравился. Конечно, здесь ткань теплее, чем я думала, потому что на фотке никогда не понятно, как это будет выглядеть вживую. Но мне, в принципе, нравится. Оригинальная цена этого свитера была 70 евро. Но я его купила за 4,50, потому что я использовала свои пейбэк-пункты. Кто не знает, это система. В общем, в магазинах вы заводите такую карточку, собираете туда пункты. И потом вы можете купить разные гудшайны в H&M, в Саундай, в разные магазины. В общем, там можно еще какие-то товары покупать внутри. И, в общем, я эти пункты использовала. Потом у меня была скидка 15% и 5 евро бонус. В итоге я заплатила за 4,50 за нее. Короче, очень крутая, покажется на вид кофта. Я вам потом вставлю сюда, как я это предполагаю носить, все эти луки. Так что да, блин, ну пока что мне очень нравится. Так, и второе, это чисто такие базовые вещи. Я заказала две футболки базовые. Сначала я хотела их заказать в H&M, а базы другого магазина. Там были, в общем, парочку. Не помню, Викинг, по-моему, и еще какая-то марка. Но потом решила, окей, я не знаю, как мне будет подходить такой крой. Если вы слышите моего ребенка на фоне, не обращайте внимания. В общем-то, я не знала, как мне подойдет этот крой. Но я знаю, что там, в общем, должны быть вот такие рукава, как здесь. Я знаю, для тех, у кого массивные руки, в принципе, такие вещи подходят. Поэтому я решила просто с H&M заказать такие футболки, просто чтобы проверить, как мне будут идти вот такие вот рукава. Они спущенные, должны прикрывать. В общем, посмотрим. Качество, конечно, не самое лучшее. Но, как я сказала, если мне понравится крой, то я закажу качество получше уже с другого магазина и на лето. Потому что сейчас движется зима, и такие футболки, в принципе, только поддевать под некоторые вещи. И такая же у меня вот и у черная. Посмотрим, они одинаковые качества или нет. Потому что белые иногда мне кажутся хуже качества. Ну нет, ну черная выглядит получше. Ой, боже, засвечиваясь. В общем, черная. Черная вроде бы выглядит получше, по качеству. Ну, померяем. Так, конечно же, не понятно. Потом, следующая покупка была, это кофта. Я сначала зашла в H&M, в обычный магазин, увидела такую же кофту и подумала, вау, какая она классная. Но меня остановила цена, 40 евро. Я не хотела мерить. И в итоге такая, ну ладно, типа, не буду ее покупать, мерить, ничего. В итоге я ходила неделю, про нее думала и решила. Окей, была не была, закажу ее. Заказала я ее в белом цвете, бело-черная полосочка. И в итоге я так влюбилась в ту кофту, что я просто заказала потом такую же, только черно-белую. Вот так она выглядит. Конечно же, я вставлю вам картинки, как они выглядят на моделях. В общем, вот такая вот кофта. Блин, она просто крутая. Там еще были другие, вот так шли, в общем, принты. И да, я думала бы, может, и такую еще заказать. В общем, рядом кричит ребенок, поэтому я решила надеть наушники. На всякий случай, чтобы вам было лучше меня слышно. В общем, такая кофта, она просто топ, просто очень классная. Поэтому я ее заказала. И я очень рада, блин. Просто качество здесь топ. Она стоит 40 евро. Но здесь такое качество, будто бы вы эту кофту будете носить годами. Потому что у меня есть вещи с H&M, которые я ношу уже по 10 лет. Они выглядят идеально. Вот мне кажется, вот эта кофта, это туда относится. Просто посмотрите, как классно сидит эта кофта, которая в черном цвете. Боже, она просто топ. Ну, белая классная, но это... Это просто, боже, моя мечта. Хочу вам показать. Вот эта вот кофта в светлом таком цвете, да. И, что прикольно, здесь есть вот такие вот еще разрезы. Короче, очень крутая кофта. Рекомендую, если вдруг она еще есть в H&M. Потом, из покупок, которые были ранее. И в этом году что-то меня потянуло на полоску. Это кофта из Mango. С таким очень модным горлышком. Вот так она сделается. Качество здесь, конечно, чуть-чуть похуже. Но, несмотря на то, что это как ненатуральная ткань, все дела, возможно, из-за того, что это Mango, она дольше прослужит мне. Но это я не уверена. И еще я заказала с аутлета, по-моему, вот такую вот футболку. Я обожаю просто такой цвет, поэтому захотелось чего-то яркого. Ну, да, начинается зима. Так что, скорее всего, это на следующий год уже. Так, и еще перейдем к штанам быстро. Штаны, конечно, в этом году, мне кажется, это будут мои проблемы. Потому что я была беременна, как вы знаете. Я поправилась назад на 20 килограмм или больше. И теперь этот вес плавно уходит. Но в свои старые джинсы, конечно же, я еще не могу влезть. Но при этом, несмотря на все, я и заказала другие джинсы в тех же размерах, которые у меня есть, в которые я не влезаю. Почему я заказала? Потому что это был аутлет. Вот такие вот джинсы от Томика. Обычно они в магазине стоят 100 евро, 150. Я их заказала за 30 с чем-то. Просто они такие светлые. Ничего примечательного. Короче, просто заказала, потому что... Так они называются. Заказала, потому что они очень дешево стоили. Я подумала, что если я похудею, к тому размеру, который у меня был, я в них просто идеально влезу. И все будет классно. Потом из этой же серии это вот такие вот джинсы от Levi's. Они тоже стоили, в общем, копейки, когда джинсы в Levi's. Я в них могу влезть, но они очень впритык. Я хочу, чтобы они сидели посвободнее, поэтому я буду еще не дать. Вот так они выглядят. Вот так вот называется сама модель. В общем, у меня есть похожие джинсы, только они от Mango. Они мне прослужили два года, две беременности. Они уже стерлись. Их нужно выкинуть, поэтому я думаю, это будет очень классная замена. Тем более джинсы отливаются реально хорошего качества. Вот так. Там он прячется, мой ребенок. Можете посмотреть. Продолжаем дальше. И еще одни джинсы. Мои старые кожаные стерлись, поэтому я взяла вот такие вот. Не знаю, вам видно или нет. Они тоже от Mango. Они просто здесь внизу прямые. Но они, скажу вам сразу, плохого качества, потому что нитки начинают вылазить. И у меня были джинсы до этого типа под кожу. Они были от Reserved. Я их проносила, мне кажется, года три. Они пережили две беременности. Я худела, поправлялась туда-сюда. И они это все пережили. Просто чуть-чуть начали лопаться из-за того, что я поправлялась, их худела. И, в общем, да, такие дела. Что я заказала? Две пары обуви. Одни это... Одни это ботинки. А другие это такие... Это тоже как будто ботинки, но они очень похожи на конверсы. Но это обувь отливается. Две пары кожаные. Я вам ставлю сюда фоточки. Они идеально просто подходят под все эти вещи, которые я купила недавно. И да, почему я заказала немаленькое количество вещей. Потому что я хочу полностью изменить свой стиль. Так как я стала мамочкой. У меня двое детей. Вещи, которые я носила раньше, они просто мне не подходят под стиль жизни. Они просто лежат. Я их не ношу. Меня это бесит. Поэтому, да. Надеюсь, что такой гардероб мне очень подойдет. Конечно, это вещи все на осень, на зиму. Посмотрим, как я их буду сочетать со всем. Потому что у меня есть, как вы видели, джинсовку я заказала. Также у меня тут есть пальто одно обычное, пальто другое. Потом просто такая джинсовка легкая. Не факт, что все эти новые вещи будут очень классно сочетаться с теми вещами. Но посмотрим. Если что, буду потихоньку докупать что-то. Буду смотреть, что мне нравится, что нет. Вообще, мне нравится вдохновляться такой эстетикой all money. Вот это вот все. В принципе, мне такое нравится. Мне такое подходит. Так что, да. Посмотрим, как это все будет происходить. Я просто смотрю вещи, больше смотрю фоток, чтобы вдохновляться, какие-то видео. Просто, чтобы было насмотрено, чтобы покупать мне эти красивые вещи. Так что, да. Спасибо, что посмотрели это видео. Как видите, жизнь с двумя детьми не такая легкая. Видео снять очень-очень тяжело. Тем более, когда одна, когда не с кем посидеть с ребенком. Но я просто рада, что я сняла эту распаковку. Возможно, вы вдохновитесь. Я заказывала на сайтах About You, About You Outlet, H&M. Через H&M также я заказала от Аркет, была кофта. Это через H&M. Потом обувь от Timberland, которая у меня, которую я вам вставила. Я тоже через H&M заказывала. Там совершенно другая цена и совершенно другие модели. Был Outlet, Levi's, и About You. Это была Levi's джинсовка. Так что, да. Встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока-пока.